Когда человек читает, слышит, принимает участие в чтении книги Зоар, если он делает это более или менее правильно, ему нужно проверить себя, свою меру продвижения. Конечно же, мы не можем реально измерить точным образом наше продвижение, потому что у нас нет понимания того, что такое начальное условие, в котором мы находимся в наших свойствах, к чему мы должны прийти. Ни начало, ни конец пути нам не открыты, но, тем не менее, этапы продвижения от одного к другому, разницу между состояниями мы можем распознать и увидеть. И это должно быть в ощущении, что все легче и легче и естественнее человеку рисовать себе то, что написано в книге Зоар, как происходящее в нем самом, в его свойствах. В каждом слове, которое написано в книге, оно уже естественным образом он начинает искать, где оно в нем находится. Настолько, насколько книга вызывает в нем какие-либо реакции на каждое слово, знак, когда он начинает распознавать внутреннюю систему души, в которой он находится. И он начинает видеть, что тело, которое он описывает себе, как то, в чем он находится, и это пространство, этот мир, его среда, как и ближняя, как и дальняя, вся Вселенная, вся действительность, которая вырисовывается ему сейчас в нем, все это также является определенным внутренним ощущением, в котором вырисовывается частично из того общего, что в данный момент присутствует в ощущении себя и этой Вселенной, вырисовывается еще одно ощущение, ощущение того, что книга Зоар начинает пробуждать, раскрывать мне это новое восприятие. И две этих формы восприятия пробуждаются во мне и находятся в определенных отношениях друг с другом, когда даже эта новая форма восприятия реальности через то, что описывает мне книга Зоар, становится более доминантной, сильной и управляющей, и определяющей, чем то восприятие реальности, которое я имел до сих пор, до того, как читал книгу Зоар. Это одна проверка, как человек может проверить себя, продвигается ли он время от времени. А вторая проверка — это когда человек начинает понимать, что та самая точка в сердце, которая была дана ему, она действительно представляется ему сейчас точкой из-за отсутствия впечатлений, чувств, отсутствия какого-либо восприятия. Но эта точка включает в себя все души, все миры, всю действительность, созданную Творцом. но как мы учим из мира бесконечности и даже до того, с четырех стадий прямого света, из той точки, которая была нечто из ничего, которая спустилась сверху. Таким образом, точно так же сейчас, мы должны вызвать процесс ее создания, ее расширения нашим трудом. Конечно, с нашей стороны нет таких уж сил в нас изначально, но тем, что мы сами стараемся расширить эту точку, тем, что мы обращаемся к частицам этой точки, к нашим товарищам, хотим впечатлиться ими. И в той мере, в которой мы впечатляемся, мы хотим видеть не точку, а очень много точек, разрозненных, но связанных между собой связью, называемой системой душ или системой миров. Система душ — это более внутренняя система, а система миров — это более внешняя система. И таким образом мы раскрываем в этой точке, которую мы получили, всю действительность. Так она расширяется, и мы начинаем раскрывать в ней все. Так насколько человек начинает видеть в своей точке в сердце, что она состоит из всех товарищей, а потом из более дальних, а потом из большего и большего, покуда она не включает в себя всю действительность? Когда в нем проясняется в нем, когда проясняется в нем это видение, этот подход, это восприятие, это хороший признак прогресса, как результата правильного чтения книги Зор. И есть еще признаки различные в этом. Так что будем надеяться, что мы еще будем говорить об этом, и нам удастся их распознать. А пока все вместе, из той точки, которая находится в каждом из нас, давайте читать. Пусть твой дух будет на мне вдвойне. Пункт 258. Творец всегда выполняет желания праведников, и тем более относительно Святого Духа, который наследует праведник Илиша, так как Илиша был слугой его и достоин наследовать ему. Пункт 259. Твой дух будет на мне вдвойне. Можно ли помыслить, что он попросил два за одно, чтобы дух его вырос вдвое больше Духа Ильяу? Как мог он просить у него то, что не в его власти? Ведь никто не может дать то, чего у него нет. однако он не просил вместо одного Духа два, но попросил так у него, чтобы тем Духом, что был у него, сделать тем же Духом вдвое больше чудес в мире в сравнении с тем, что сделал им Ильяу. пункт 260. Если увидишь меня, почему он обусловил этим его просьбу? Но этим сказал ему, если сумеешь устоять в основе этого Духа, который Я оставил тебе, когда был взят от тебя, сбудется тебе это. Ибо вся суть этого Духа познается в то время, когда смотрит на Него, на Дух, и видит Ильяу, чтобы было надлежащее слияние с Ним. Поскольку Ильяу, корень этого Духа, Дух этот пребывает в полном совершенстве только лишь, когда соединен со своим корнем, то есть Ильяу. А потом, когда смотрит на Дух, должен видеть вместе с Ним его корень, образ Ильяу. Именно когда увидит его образ в себя, в то время, что оставил он ему этот Дух, когда был взят от Него. Это и сказал ему Ильяу, если ты увидишь Меня взятым от тебя, то сбудется тебе это, ибо тогда будет действовать Дух в полном совершенстве. Речь идет о двух ступенях. И лишь Ильяу. Какова связь между ними? Однако, попросил возможности оказывать влияние Его Духом вдвое большее, чем это делал Ильяу. Разве не просил он о том, чего у того нет? Ведь поскольку Ильяу не действовал, значит, не было у него силы для такого действия. Как же он может дать эту силу Ильише? А если допустить, что каждый может действовать, обладая этим Духом, сколько пожелает, и не нуждается в добавке высшей силы, в таком случае, он вообще не должен был просить этого Ильяу. Ведь и сам мог действовать, сколько пожелает. Но мы же понимаем, что невозможно подняться с нижней ступени на высшую без помощи и несколько действий по помощи с разных сил, от которых зависит поднятие со ступени на ступень, от многих поддерживающих, которые участвуют в этом подъеме. А дело в том, что, как известно, при развеянии Келим упали 320 искров плепот, когда из каждой сферы 10 сферот мира Некудим упало 8 Мелахим. И в каждом 4 свойства Хуптум. 32 свойства от каждой сферы. А 10 раз по 32 это 320 свойств. Из них только 288 искр подлежат выявлению и исправлению в течение 6000 лет. И это только 9 первых сферот мира Некудим. Так как 9 раз по 32 это Рапах. 288. Однако 32 искры в их Малхут не подлежат выявлению. Нельзя прикасаться к ним. И остались они находящимися в клепот на протяжении всех 6000 лет существования мира до конца исправления. И поскольку в каждом теле примешаны эти 32 лево-эвен десятая часть от всех у которой нет исправления. Поскольку обязан каждый человек умереть. А в конце исправления когда выявятся эти 32 десятая часть тогда сказано уничтожат смерть навеки. Ибо все клепоты исчезнут а все светила раскроются. И не следует задаваться вопросом если нельзя выявлять и затрагивать эти 32 десятую часть находящуюся в клепот со времени разбиения келим то как в таком случае она может быть исправлена в будущем. Но на самом деле нет никакой необходимости выявлять и исправлять ее. так как по завершении выявления исправления всех 288 искор исправляется 32 десятая часть сама по себе не требуя никакого особого выявления. Свойство Ильяу призвано привести к завершению и окончанию выявления и исправления 288 искор вместе с которым сразу же исправляется Лева Эвен Ильяу в гематрии Бон 52 и всей его задачей было исправить имя Бон представляющее свойство Малхут и вывести эту десятую часть каменное сердце из клепот У каждого праведника есть свое предназначение и когда он выполняет свое предназначение сразу же уходит наверх А потому хотя именно Ильяу раскрывает исправление каменного сердца все равно он в малейшей степени не действует теми совершенными светами которые раскрываются благодаря ему так как сразу же уходит на небеса завершив свою задачу опять же мы относимся к этим двум ступеням одна завершает свою роль как сын и отец учитель и ученик когда один заканчивает свое дело второй вступает на его место и конечно же все эти процессы должны выясниться потому что каждый исправляет девять высших сферот а потом ему раскрывается исправление левоевен этим и обоснована в зоре необходимость двух духов один от 288 искор а другой от каменного сердца ведь никто не может дать того чего у него нет и попросил у него Ильиша чтобы тот дух что был у Ильяу дух от 288 искор удвоился чтобы он раскрыл ему также света и действия 32 10 части ибо вовсе нет особого духа от 32 10 части но раскрывается она с завершением и окончанием выявления 288 искор и хотя Ильяу не раскрыл святов и действий 10 части каменного сердца это не значит что она не в его власти а причина в том что задача его было только произвести выявление исправления 32 10 части в целом а Ильяша попросил у него чтобы кроме его духа 288 искор удостоится обрести у него также исправление 32 10 части в целом и тогда понятно что он сам сможет произвести действия раскрыть света вдвойне и света 288 искор и света каменного сердца почему же Ильяу обусловил двойное постижение тем что Ильяша увидит его взятым от себя потому что время раскрытия исправления духа каменного сердца 10 части это последний миг его пребывания в этом мире ибо тот час как только раскрыл его поднялся на небеса завершив свою задачу и потому сказал ему если сумеешь устоять в основе этого духа духа каменного сердца который я ставлю тебе когда я буду взят от тебя точно в последний миг моего пребывания с тобой в этом мире тогда сбудется тебе это вдвойне но если упустишь этот миг чтобы увидеть меня то не постигнешь вдвойне потому что дух каменного сердца 10 части не раскрывается ранее этот дух каменного сердца 10 части в то время когда Илиша посмотрит на него чтобы постичь его и увидит Ильяу взятым от себя сольется и постигнет его как должно ибо только этот миг когда увидел его взятым от себя тогда наступает время его раскрытия и не ранее соприкасающиеся ступени вместо предыдущей ступени сразу проходит следующее передает Рашемот пункт 261 кто смотрит на то чему научился своего учителя и взирает на него с мудростью которая научилась у него также предыдущая ступень относительно ученика это в каждом из нас присутствуют две этих ступени тот может более приобщиться к этому духу а Иосеф во всем что делал видел в духе мудрости образ отца потому добился в этом успеха и приобщился к нему другой дух с более высоким свечением потому что Иосеф и Яков это Тиферет и Малху и Иесод это Катнут средней линии и Гадлут средней линии Яков светил только укрытыми Хасадим относясь к свойству от Хазе Зерампина и выше Тиферет и Зерампин Однако Иосеф светил раскрытыми Хасадим в свечении Хохма будучи в средней линии от Хазе Зерампина и ниже Таким образом он светил более Якова своего отца Как обычно Как мы учим на каждой ступени сначала происходит зачатие потом скармливание Пункт 262 Когда сказал ему сотни чистивиц Вот виноградная лоза предо мною Содрогнулся Иосеф Так как не знал на что это указывает Я опасался что речь идет о лозе нечистой стороны Ситрахра происходящей от левой линии и не объединенной с правой линией посредством средней линии Когда же сказал тот о налозе три ветви что означает что левая линия объединена с правой посредством в средней линии тот час пробудился его дух и приобщился в свечение и взглянул на образ своего отца представляющего среднюю линию тогда засветил дух его и он понял сказанное пункт 263 сказал Иосеф это конечно же весть радующая совершенством потому что виноградная лоза это собрание Исраиля то есть нам необходимо раскрывать в себе соотношение между нашими внутренними свойствами которые таким образом соотносятся друг с другом это радость эта сила радуется а та сила старается привязаться к третьей силе ко второй и опять к первой и так они в порядке между собой в соотношении определенном между собой каждый раз стараются распознать эти вещи раскрыть новое состояние возможное подняться к нему не дай бог нет тут никакой истории и ничто тут не описывается с исторической точки зрения не было ничего такого никогда то восприятие реальности которое мы изучаем в нем нет времени все и наше существование сейчас не существует в том виде который представляется нам на данный момент мы как будто хотим сейчас пробудиться из этого сна в новую реальность так что давайте рисовать себе соотношение между теми силами которые описывает книга пункт 263 сказал Юсеф это конечно же весть радующее совершенством потому что виноградная лоза это собрание Исраэля нуква нуква тем самым был Юсеф извещен что пришло время ее власти а на лозе три ветви три три высшие ступени исходящие от этой лозы коины левиты и сраэлиты хэсэд словами и тогда приводят нас немедленно к правильным во внутреннем направлении во внутреннее направление и она зацвела распустились почки ибо ради них поднимается собрание Исраэля к Зеранпину и благословляется от высшего царя от Зеранпина созрели на ней грозди ягод это праведники мира которые подобно ягодам винограда созрели как должно и кроме того созревшие на ней грозди ягод это вино выдержанное виноградинах с шести дней сотворения совершенный мухин который она получает от больших ваг Зеранпина использовавшихся в дни сотворения до грехопадения древа познания и они защищены от любого вмешательства клепот потому что еще не выжато вино то есть эти мухин еще не раскрылись снаружи и оно еще в виноградинах и потому не смогут клепот ухватиться за него мохин свечение левой линии бины называется вином а его привлечение сверху вниз то есть грехопадение древа познания называется выжиманием и сказали что при грехопадении древа познания хава выжила виноград и дала ему пункт 265 это то что было извещено Йосефу через сон начальника вина черпиев часть сна отсюда и далее относится к самому начальнику вина черпиев ибо есть сны предназначенные как самому человеку так и другим часть их указывает на будущее спящего а другая часть на будущее других и взял я виноград это относится к нему самому а не к Йосефу пункт 266 для того кто видел белый виноград во сне это для него добрый знак черный виноград не добрый знак ибо это две ступени черная и белая добрая и недобрая белая указывает на милосердие а черная на суд и все виноградины как черные так и белые зависят от веры нуквы малхут относящийся к свойству суда это черная а малхут подслащенная биной это белая и потому выявляется хухмой как во благо так и во зло черные виноградины указывают на то что им нужно милосердие что они должны подсластиться свойством милосердия то есть бины а белые виноградины показывают что они управление милосердием ибо уже подсластилась малхут биной и стала милосердием пункт 267 Адам решен жена выжила для него виноград и навлекла смерть на него и на весь Исраиль и на весь мир Инуах приблизился к этому винограду и не остерегся как должно сказано и выпил вина и опьянел и обнажился в шатре своем у слова шатер угола угола в конце буквы гей а не вав сыновья Аарона выпили вина и принесли жертву вместе с этим вином и умерли и потому сказано виноградины их ягоды ядовитые гроздья горькие у них так как этот виноград вызвал все это пункт 268 свет хохма в прямой форме все дрожжи вино это все орхухма который приходит в Малхуд либо он относится к девяти высшим сферот либо это имеет отношение к ним либо к лево эвен и на этих ступенях которые относятся к нох адам решон еще не было их выяснения фунт 268 начальник виночерпиев увидел в своем сне хорошей виноградиной видите как зор перебрасывает нас со ступени на ступень адам решон одна ступень с хавой и со всеми другими нох другая ступень теперь начальник виночерпиев может сейчас он будет говорить сейчас о монашестве или о чем угодно мордыхай эстер потому что то же самое состояние повторяется выяснением повторяется на всех ступенях поэтому он одновременно нам кажется что он перепрыгивает из состояния в состояние а он показывает нам то же самое явление только на разных степенях авиюта пункт 268 начальник виночерпиев увидел в своем сне хорошие виноградины белые виноградины в том винограднике где они поднимают упоение и аромат на совершенной ступени как должно это большая это это очень высокая ступень начальник киночерпиев речь идет о том кто знает как извлекать вино из винограда и приготовить его правильно выяснять его виноградины это ступени нуквы виноградник сама нуква когда она подслащается биной ее виноградины белы и поднимают упоение и аромат Юсеф знал это и смотрел в корень вещей и растолковал то есть из Исода у него в этом есть ограничения что до сих пор можно и не более того то есть он как раз может различить черные белые виноградины вино и дрожжи и растолковал сон должным образом так как получил весть посредством этого сна и потому дал разгадку сон это невыясненное состояние тем что ступень Юсефа вошла в это невыясненное состояние он разрезал это и понял сколько он может использовать сколько не может в этом выяснении в этом свете которое называется хорошим вином пункт 269 и увидел начальник пекарей прокляты грешники все дела которых во зло и все речи которые они ведут во зло и во вред пункт 270 поскольку начал речь свою со слова так же как сказано так же я во сне своем сразу испугался Юсеф и понял что все слова его во вред и плохая весть в устах его вот три плетеные корзины на голове моей отсюда понял Юсеф что известили его о разрушении храма и изгнании Исраэля со святой земли потому что сказал начальник пекарей я не понимаю почему здесь так разделены строки это нехорошо так делать я так не разделял этого мне кажется это продолжение и недобрая весть у него вот три плетеные корзины это продолжается ладно продолжим пункт 271 в верхней корзине и птицы клюют их из корзины с головы моей это остальные народы собирающиеся на Исраэль и убивающие их и разрушающие дом их и рассеивающие их на четыре стороны света все это увидел Йосеф и понял что сон этот указывает на Исраэль когда будут признаны виновными пред царем сразу же дал он ему разгадку во зло и она сбылась пункт 272 то есть не важно не будем начинать этого пункт 272 две ступени видели они начальник виночерпиев видел как поднимается и властвует высшая ступень Зерампин и светит луна нуква начальник пекарей видел как темнеет и властвует над ней над нуквой змей зла и потому взглянул Йосеф на этот сон и дал ему разгадку во зло поэтому все зависит от разгадки тот и другое видели две эти ступени властвующие над нуквой Зерампина или змея зла и этот правит Зерампин и тот правит змей зла это то что говорится все зависит от решения действительно все зависит от решения как разгадать сон но не так как в нашей жизни а на той ступени которое называется сном все зависит от того как человек его разгадывает вопросы я завидую ему что он находится в связи с Творцом во все остальное время это первое второе откуда ему знать что все создано таким образом что треть ну у нас поменьше получается из нашей жизни мы находимся во сне это особая связь в которой мы должны постоянно находиться ради исправления представь себе если бы у тебя еще было время бодрствования каких глупостей бы ты наделал как сказано когда грешники спят хорошо им хорошо всем остальным это первое а второе это то что мы вообще не понимаем как мы управляемся да как нами управляют свыше и то что нам кажется что мы бодрствуем либо видим сон отрываемся от процесса находимся в нем более активно это все относительно нас самих подстраивается таким образом когда раскрывается истина это выглядит немножко по другому также ты можешь спросить о тех кто уже находится в мире истины то есть в раскрытии они спят или нет а если спят то разве не жалко их времени они же могут быть в постоянной связи с творцом делать выяснения и исправления каждую минуту своей жизни а вместо этого они идут на несколько часов в день отрываться от этой священной работы но мы не понимаем насколько эти состояния являются полезными для исправления исправление процесс этот не прекращается никогда а то что нам кажется сном отрыв в духовном это не отрыв это один из этапов который обязан присутствовать так что не надо огорчаться от этого а надо огорчаться когда ты не спишь но при этом находишься в отрыве это действительно прискорбно вот и все если связь между этой сцепенью называемой здесь сном и том что пишут каббалисты что мы были как во сне то есть кто выходит в духовный мир ему кажется что прежде он находился во сне нет у нас то что они говорят о нашем состоянии что мы были подобны спящим были были подобны спящим это в этом тоже есть несколько ступеней как там сказано циами цион из изгнания к избавлению если речь идет только о о том чтобы пройти махсом то это одно состояние тогда действительно мы выходим из нашей действительности пока мы не выходим под управление в бины и находимся как сейчас под управлением малхут даже не малхут а клепы малхут мы не можем представить себе правильной действительности поэтому нынешнее описание насколько бы мы не старались в том восприятии реальности которая объясняет нам Баль Сулам в которое постоянно вводит нас зор старается дать нам ощущение иной реальности то мы не способны это сделать и пока действительно не раскроется нам духовное мы не сможем описать ее какими-либо нашими усилиями как мы учим сами усилия сами по себе они хороши поскольку они привлекают на нас свечение Ор Макив и когда проходим Махсом и начинаем существовать выше сокращения то есть глаза уже как минимум открываются для Ор Хасадим для свойства отдачи тогда человек уже выходит из ограничений времени места и движения или Олам Шана Нефиш и тогда он начинает видеть действительность выше времени выше места выше движения этих тех которые нам представляются таковыми здесь и тогда он начинает оживлять и жить той действительностью которую описывает нам Бааль Сулам в видении в книгу Зор кажется 34 или 33 пункт вот и тогда это происходит и тогда мы понимаем что раньше когда мы когда мы были раньше это был сон и те кто еще не пришли к этому также находятся в состоянии сна но и в духовном есть ступени которые называются снами и их разгадкой есть ступени на которых человек считается бодрствующим ступени раскрытия хохма где именно хасадим кисто дыхают то что называется там в духовном это сон настоящий как мы говорим что это когда человек спит лежит это очень активное состояние это очень сильное выяснение и очень резкие действия очень такие напряженные выяснения но так это называется поэтому это другая форма сна то есть человек намеренно входит в это и в нашем мире тоже мы говорим так мы хотим войти в состояние сна это может быть хороший сон мы говорим привиделось мне во сне сон это некоторое состояние принятия решений условия условия для решений проблем которые тоже называются сном это взято из духовного где состояние которое называется сном это состояние предназначено для работы для решения вопрос только в том приходит ли это решение во сне или при пробуждении после сна это две ступени и как здесь написано Юсефе и начальники виначерпиев Юсефе начальник пекарей это ступени и с помощью одной ступени он выясняет предыдущую вопрос не рассказывай мне истории я тебе покажу сила воздействующая на нас является она плохой или хорошей или она состоит из двух состояний сила которая воздействует на нас она добра и творящая добро и нет ничего кроме этой силы и нечего тут добавить все остальное то как человек воспринимает это не та сила которая воздействует а то как воспринимает ее человек и как он ее чувствует это зависит от человека откуда мне знать что он такой так говорят некаббалисты которые постигли это где самое большое постижение этой силы это добрый творящий добро и нет никого кроме него мы продолжаем мы читаем на странице 36 сердце чистое сотвори для меня Господи 273 пункт сердце чистое сотвори для меня Господи и Дух верный обновила мне сердце чистое как сказано даруй же рабу Твоему сердце разумное и сказано у кого сердце весело у Того у Того всегда пир ради этого конечно же чистое сердце пункт 274 и Дух верный обнови внутри меня как сказано и Дух Творца парит над водой Дух Машиаха и об этом Духе сказано Дух Новый вложу в вас и Давид и Давид вознес молитву этот верный Дух Дух Машиаха обнови во мне пункт 275 поскольку есть старайтесь почувствовать это Давид какое это развлечение что именно из него можно потребовать попросить быть в связи с этим Духом который называется Машиах пункт 275 поскольку есть с другой стороны нечистое сердце и Дух превратный совращающий живущих в мире к греху и это Дух нечистоты называемый превратным Духом как сказано Господь влил в них Дух превратный и потому просит Давид и Дух верный обнови во мне обнови это обновление луны обновление зевуга нуквы за ир анпина в час когда обновляется луна Давид царь Израиля нуква живет и здравствует то есть достигает Мохен Дахая и об этом он говорит обнови чтобы обновился этот зевук Зеранпина человеку нужно заботиться о том как постоянно обновляться пункт 276 стану я духом лживым в устах это дух навота израильтянина разве души которые поднялись находятся наверху смогут вернуться в этот мир и удивительную вещь сказал он я выйду и стану духом лживым в устах как может быть чтобы может ли душа опускаться ведь святость только поднимают но не опускают если мы говорим о реальном восприятии реальности не о том что мы описываем себе сейчас что есть тела приходит душа облачается в тело или оставляет его как будто это наше тело есть какой-то другой мир если мы говорим о настоящей реальности где присутствуют только ступени и я описываю себе эти ступени как более близкими к исправлению или более далекими от исправления ничего больше нет так как может быть чтобы имел имело место падение ведь есть надбавка слева желание получать для того чтобы я исправил справа но падение это противоречит всей этой тенденции пункт 277 и каков смысл того что Ахав наказан за него навота ведь по закону Торы имя Шмуэль перед именем Исраэль должно было быть как сказано и ваши поля и виноградники ваши и оливы лучшие ваши он возьмет если Ахав забрал виноградник у навота вроде бы это было по закону более того Ахав дал бы ему другой виноградник или золото и не хотел забирать и почему же был он наказан пункт 278 и сказали об этом что дух тот дух навота но разве мог дух навота подняться и стать пред творцом чтобы попросить у него лжи ведь сказано и выступил дух и стану духом лживым если он был праведником то как мог просить лжи в мире истины а если не был праведником то как мог стоять пред творцом пункт 279 однако конечно же навот не отличался особой праведностью чтобы встать пред творцом напротив другой дух правил в мире во всем Адаме дух поднимающийся и стоящий всегда пред творцом сатана одно против другого творец это зерампин который всегда воздействует вокруг малхут а сатан сатана это обратная сторона хорай именно он совращает обитателей мира ложью то есть лжет от святого имени конечно же для того чтобы подчеркнуть правду кто привык лгать всегда занимается ложью и потому сказал выйду и стану духом лживым сказал ему творец выйди и сделай так сказано изрекающей ложь не утвердится пред глазами моими потому конечно же это дух лживый пункт 280 а кроме того нужно объяснить за что был наказан за то что убил навота если забрал его виноградник то зачем же убил его а наказан за то что убил его без суда и забрал его виноградник и потому сказано ты убил а еще и наследуешь сколько же в мире людей которых этот лживый дух собратил ложью и сколькими способами и в скольких делах он властвует над миром конечно же речь не идет о нашем мире и зор не дает нам каких-то тут моралей сколько таких людей таких понятно что вообще не аком говорить и здесь нет ничего подобного здесь не сказано чтобы сколько людей в мире которых лживый дух совратил ложью и сколькими способами и скольких делах он властвует над миром естественно ничего кроме этого же нет но кроме этого речь идет о каждой ступени каждом состоянии которое в духовном восхождении проходит человек каждый раз сталкивается с одной и той же проблемой одно против другого создал творец поэтому выяснение всегда между добром и злом ложью и истиной что я хотел сказать не надо так думать что зор дает нам какие-то морали относящиеся к этому миру он ничего не говорит об этом мире он говорит только о душах которые находятся в мирах биа и только относительно этих душ ни одного слова здесь не сказано о том о том что мы представляем себе сейчас в этой действительности да пункт 281 и потому царь Давид хотел уберечься от него от лживого духа и хотел отстраниться от скверны как сказано сердце чистое сотвори для меня Боже и дух верный обнови во мне то есть человек который сейчас начинает описывать себе что такое царь Давид что это за развлечение такое вот это страна так себя чувствует это верный дух а другой дух лживый и потому это две ступени одна святость то есть верный дух а другая скверна то есть лживый дух опять же это паним и ахураем которые не могут не зависеть друг от друга и не существовать кроме как вместе догмартикуна только там ангел смерти становится также и святым ангелом и до того момента эти состояния паним и ахураем присутствуют вместе и поддерживают одно другое и нет добра без зла и зла без добра и невозможно одно без другого и невозможно почувствовать одно кроме как из другого пункт 282 и творец подал голос повсюду это указывает на зерампин и его суд нуку подал голос свой это голос о котором сказано глаз речей и сказано там человек неречистый речистый человек это как ты говоришь человек бога предвоинством своим это Исраэль авоя указывает на зерампина и нукву пребывающих в зевуге в свечении левой линии где находится суд его зерампина подал голос свой это свечение зерампина средняя линия и свойства укрытых хасадим что и называется голосом нуква называется речами это раскрытый хасадим в свечении хохма когда зерампин называемый голос соединяется с ней и тогда они оба называются глазом речей если вы помните как это было в Вавилоне один язык все одно и то же часто пользуются этими описаниями этих состояний сказано человек речей человек это зерампин и голос о котором сказано глаз речей это тоже зерампин и спрашивает что значит человек речей то есть откуда нам знать что человек означает зерампин и отвечает человек бога это сказано о муше то есть зерампине мужем отраниты называемый богом элоким а также человек речей означает обладающий речью и это зерампин пункт 283 есть ли счет воинством его сколько у правителей и посланников из-за творца и все готовы обвинять Исраэль и потому оказался творец пред Исраэлем как сказано и творец Авоя подал голос пред воинством своим желая уберечь их чтобы не смогли обвинить их пункт 284 ибо могуч исполняющий слово его могуч тот праведник что занимается торой денно и ночно другое объяснение могуч обвинитель находящийся пред творцом и он силен как металл и крепок как камень исполняющий слово его тот кто получает разрешение свыше от творца и выводит душу внизу видите два толкования ибо велик это это праведник который занимается торой денно и ночно тора это зерампин который находится в соприкосновении с малхуд это значит что он занимается торой денно и ночно то есть в любом состоянии это одно толкование а второе толкование абсолютно противоположно кто велик то есть тот кто полагается на тебя то есть как хорошая как хорошая сторона которая исполняет все его указания пункт 285 ибо велик день творца он правитель надо всем высший власт надо всем и все находится под его господством счастливы праведники которых творец желает всегда дабы достоит их будущего мира и порадовать радостью праведников которым предстоит возрадоваться в творце как сказано и возрадуются все полагающиеся на тебя благословен творец во веки да будет так хорошо этим мы закончили главу ваешев нет это было не ваешев ваешев а что дальше написано следующий это шмини хорошо если бы ошибка была только в заголовке так это бы ладно вопросы нету очень хорошо хорошая учеба после такого если нет вопросов на самом деле зор это такое его явление он воздействует таким внутренним образом на человека что особых вопросов то и нет тебе нужно читать впитывать 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 влияние это книги и так это работает еще 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 и тогда вдруг время от времени чувствуется еще изменение еще изменение еще так он действует здесь нет таких уж логических вопросов потому что все усилие здесь не в разуме а в том чтобы удерживать себя в восприятии реальности это та точка через которую мы надеемся что раскроется нам ворота поэтому все вопросы это обычно вопросы касающиеся направления привычек образа связи с текстом а не самого текста но все таки ученик из америки спрашивает если я ничего не ощущаю несмотря на то что я сделал подготовку врежу ли я этим другим нет конечно нет если я делаю то что должен то кто может что испортить младенец который не делает ничего кроме того чтобы есть и пачкаться он что он что вредит кому то он принимает участие в нашем мире на том уровне на котором он может обязан принимать участие для того чтобы расти если человек в любом состоянии делает то что не обозложено то он делает самые великие вещи так же как праведники находящиеся на самых высоких ступенях которые делают зевуги и единство если человек на маленькой ступени делает то маленькое усилие на которое он способен усилием сердца своего принимать участие то он может быть делать этим больше это не просто так красивые слова там там где стоят исправившиеся не могут стоять самые великие праведники потому что тот кто исправился это тот кто поднимается а законченный праведник это уже постоянная ступень поэтому конечно каждый кто постоянно пытается в духовном мы всегда измеряем изменения изменения на маленькой ступени является гораздо более существенным чем на больших ступенях мы это очень хорошо видим по детям младенец за неделю что меняется он вырос он открывает глаза слышит реагирует возьми своего товарища за неделю что в нем меняется это не смешно вы не хотите воспринимать те примеры которые я вам даю примеры одно относительно другого все миры параллельны и в нашем мире ты можешь выучить все настолько насколько ступени малы и мал человек то изменение в нем важнее да хаим мы сейчас изучали зор более часа без урок вы возвращаетесь повторяете о том что все внутри необходимо увидеть все внутри я проверяю внутри себя сколько времени сколько раз я сумел подумать потому что все внутри у меня было не более трех секунд и потом это изменилось сегодня я не способен описать эти вещи как находящиеся извне и это происходит постепенно в этом нет таких уж скачков они есть но не сильны вдруг ты понимаешь что ты уже мыслишь иначе что вдруг тебе неудобно мыслить так как это было раньше почему это вне как говорят колодец яма вода и лишь хочет поймать Ильяу чтобы не убежал от него в небеса о чем еще идет речь вино когда его выжимают начальник вина черпев начальник пекарей Йософ дает им решение и вся эта театральная форма все эти спектакли они постепенно переходят и ты начинаешь говорить о внутренней стороне этого состояния в нашем мире тоже уже присутствуют такие отношения ты смотришь на картину как люди относятся друг к другу и что происходит между ними и ты не смотришь на то что один дает другому один говорит с другим а ты интерпретируешь то что происходит между ними нет движения такой жест или другой такое отношение или другое внешнее ты стараешься проникнуть внутрь и понять что происходит соотношение между ними так же и здесь ты постепенно прекращаешь то есть в той мере в которой ты проникаешь вовнутрь это вопрос привычки это пока что не вопрос постижения ты начинаешь просто проникать внутрь в соотношение между вещами когда я тебе говорю человек и говорю тебе имя Нив например то ты представляешь себе Нива ты не смотришь на него вот сейчас он сидящий здесь в свитере в рубашке у тебя есть какой-то внутренний образ с одной стороны а кроме Нива есть и Адмони у тебя другой образ эти формы это не внешние это не настолько уж внешние формы несмотря на то что некоторые внешние формы присутствуют но есть внутренняя форма свойства некоторая некоторая совокупность качеств которая говорит тебе о том или о другом и ты начинаешь сравнивать их соединять их это ступени как ступени в духовном например один связывается с другим сказал что-то кому-то сделал то сделал это и мы уже говорим о более внутренних развлечениях в людях это не просто что он в своем теле прошел сто метров здесь или передал какую-то вещь туда настолько насколько люди больше хотят понять внутренний процесс и в нашем мире тоже ты же видишь что мы делаем так ты приходишь к психологу и он же тебе что говорит психолог хочет объяснить тебе и себе что скрывается под твоим внешним поведением и как ты можешь либо с помощью внешнего изменить внутреннее например твои отношения с домашними либо как либо наоборот с помощью внутреннего на внешнее мы в этом мире занимаемся такими вещами здесь нет ничего нового и здесь то же самое зор объясняет нам немного более внутренним образом что это за картина которую он нам представляет что стоит за этими словами в чем внутренняя суть еще не духовная потому что мы не знаем что такое духовное а что такое начальник начальник виночерпи что такое вино что такое виноград он хочет объяснить нам что за внутренняя сила в каждой из этих вещей это как материалистическая психология которую уважает Балисулам и то что раскроется нам потом в духовном это будет еще один этап гораздо более внутренний уже на другом Масахе так эти усилия которые мы производим сейчас это психологические усилия это усилия которые в нашем мире ребенок может сказать ему кажется что портной портит ткань или что хирурга убивает пациента нет ему объясняют какой внутренний смысл этих вещей точно так же и здесь не более того не более того нам объясняют про силы нам эти силы представляются силами психологическими силами души но мы не можем их описать как духовными отдача что такое отдача ну я отдаю какая-то склонность такая вовне это не духовность поэтому то что мы делаем сейчас мы только делаем подготовку мы делаем мы хотим чтобы это произошло и из этих усилий из внешнего описания если вы например мы зачитаем это человеку с улицы который будет полностью описывать это внешне начальник начерпиев юсеф если мы хотим прийти в более внутреннее состояние мы этим только привлекаем свет возвращающий к источнику он приведет нас к истинно внутренней картине что можно сделать чтобы ускорить это изменение только вместе зор работает мы должны почувствовать что он начинает соединять нас и если он сойдет с этой тенденцией то его выкинет и тогда у нас будет может быть более сплоченное и при этом может быть меньше группа и каждый должен чувствовать необходимость внутреннего соединения это как абсолютно явный результат каждый должен себя проверить и заботиться о том чувствует он это или нет и на этом мы закончим идем следующей часть уроку 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 и уроку уроку и уроку Продолжение следует...